А в карман мне пихать ничего не надо. Ясно? Да. Все, до свидания. Инспектор общественного движения, старший инспектор Пахмау и руководитель подразделения по городу Сургут. Есть удостоверение журналиста. Встретил старого знакомого, это Юрий Довбищук. 3 февраля мне пытались четвертый раз сдать психушку и пытались по статье 6.9 о употреблении наркотических средств прокатить. Вот здесь он написал, что шаткая походка, там зрачки увеличены и все такое. Называется ОПГ в погонах и без или ФНД в четвертый раз. Это Сургут в кругу первым. А теперь я озвучу версии, что это было. Меченые деньги за якобы купленную наркоту. Схема по прививанию статьи за вымогательство. Как взятка журналисту, либо инспектору общественного движения. В этих купюрах могли содержаться некие порошки. Ну, когда ты пришел, а нас тут хлопали. Я вообще ни при чем. Я же не знаю. Я же не видел это. На тебе это. Чего? От этого. Я не возьму. Что? Я не буду ничего брать. Почему? Не буду. Что за дела? А в карман мне пихать ничего не надо. Ясно? Да. Все, до свидания. А что за разговор? Ты мне опять что-нибудь в карман подсунешь? Нет. До свидания, я сказал. Он мне в карман пытался деньги засунуть. А дел ЭНО схлопал у подъезда. И второй раз уже с ОМОНом. Ну, что он туда вложил в эти купюры, я хер знаю. Он либо с ними сотрудничает. Да при чем тут скромность? Я, у меня статус журналиста, инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Я руководитель подразделения по городу Сургут. А ты мне денежку на улице в карман суешь. Ты сейчас образащую ты делаешь. От такой скромности заезжай. Ну, так ты с полицией-то сотрудничаешь или нет? Это не ответ. И денежка мне от тебя не нужна. Ни в каком виде. Всем привет. Все вы видели видео, отснятое два дня назад. Экстренный выпуск под названием «Попытка подкинуть что-то». Сегодня я поведаю подробности. Значит, два дня назад, 15 марта, в 14.10, выйдя из дома, из подъезда, встретил старого знакомого. Это Юрий Довбищук. Он приехал на синей газели. Вот так она выглядит примерно. Машина стояла во дворе примерно час. То есть он долго ждал чего-то. Хотя у него есть все мои телефоны, все контакты. И он прекрасно мог позвонить и сообщить заранее. И договориться о встрече. Вместо этого он встретил меня прямо возле двери подъезда на улице. В общем, он мне пытался что-то вручить. Точнее, не вручить, а всунуть в левый карман пуховика. Далее услышите подробности, аудиоразговоры, запись звонка и мои комментарии. Все вы знаете, что у меня есть вот такие корочки. Инспектор общественного движения, старший инспектор Пахмау и руководитель подразделения по городу Сургут. Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы президента РФ. Соответственно, данная должность обязывает вести правильный образ жизни. В том числе, есть удостоверение журналиста СМИ Камчатский регион. И учитывая ситуацию, что 3 февраля мне пытались четвертый раз сдать психушку. И пытались по статье 6.9 о употреблении наркотических средств прокатить. Данную версию подтверждает вот этот протокол, который составил Кондуров. Он не соответствует действительности. Я уже его обжаловал, потребовал провести проверку. Вот здесь он написал, что шаткая походка, там зрачки увеличены и все такое. То есть об этом есть информация на странице Сургутнадзора ВКонтакте. Подробности озвучены в видео. Называется ОПГ в погонах и без или ФНД в четвертый раз. Кто такой Юрий Довбищук, вы можете услышать и послушать видео, которое я сделал больше чем 2 года назад. Называется «Сургут в кругу первом». Там 4 части. Тут и про Бабушкиных, и про Луценко, про Ерохова, и про Бурлуцкого. И про сотрудников ООО КДСВЖР, и про Чуракова-учредителя. То есть все тут, все вместе. Юрий Довбищук смотрит все мои видео. Он в курсе всех этих событий. Он все знает, в том числе о том, что я инспектор и журналист. В ВКонтакте он редко заходит. Комментарии он на канале пишет периодически, постоянно. А теперь я озвучу версии, что это было. Некоторые люди подтверждают мою версию. Одна из версий о том, что 100% это был засланный, поверь на слово. У них практика такая. Меченые деньги за якобы купленную наркоту, наркоконтроль. Я знаю, о чем говорю. Много моих знакомых попались на эту удочку. То есть вручают денежку меченую, а потом вот он там где-то закладку сделал или избыться осуществлял. А вот это была контрольная закупка. Ну и все, номера совпадают и все такое. Еще одна версия. Это типичная мусорская схема по прививанию статьи за вымогательство. То есть достаточно писать заявление о том, что якобы у кого-то вымогал, а у меня в кармане обнаружили меченые купюры. Ну и плюс версии, как взятка журналисту, либо инспектору общественного движения. В общем, версий много, вплоть до того, что в этих купюрах могли содержаться некие порошки. В малом количестве. Но достаточным для уголовной статьи. Дальше слушаем подробности, как это все происходило на самом деле. Слушаем. Да, сейчас подъеду. Все, как же тут? Нормально? Далеко-то не таки, что у меня машина тоже так. Ага, да я подальше от лишних ружек. Да я просто проезжал, думаю, заехал. Я заезжал к тебе. Что тогда произошло, ты мне можешь сказать? В смысле, когда? Ну, когда ты пришел, а нас тут хлопали. А они вот тут сидели, в машине. Ну, понятно, что сидели, но так получилось, что дважды, тогда первый раз, когда ты на газели приезжал, а второй раз, когда ты пришел, типа у тебя там что-то надо было посмотреть, какое-то решение пришло, ты говоришь, давай выходи на этот подъезд. Ну, пока я тут при чем. Не знаю. Видишь? Не знаю. Вот и получилось так, видишь как. То есть ты не при чем? Я вообще не при чем. Я же не знаю. Я же не видел это, нахуй. Понимаешь? Я не видел. Сейчас я уже, блядь, не знаю, нахуй, что ты сейчас подъезжал. Все машины я посмотрел. Ну, а сейчас... Может ты сейчас завернешься и опять, блядь, блядь. Запросто. Я откуда знаю. Сейчас какой вопрос? Сейчас просто заехал, короче, это. На тебе это. Чего? От этого. Я не возьму. А как тебе перевезти? А? Не бери, что? Что? Я не буду ничего брать. Почему? Не буду. Что за дела? Это... Ты что мне с вами ешь? Деньги. Это на развитие канала. Понял? Реквизиты указаны. В каждом видео. Не убегай. Я этой *** не умею пузить. Какой? Вот реквизит. А я, а я. А жена... Стой, стой. Подожди. Это... А в карман мне пихать? Ничего не надо. Ясно? Да. Все, до свидания. Все, обиды остались или что? Какие обиды? Я тебе давал разрешение мне в карман что-то ссывать? Ладно, забудь про вот это. Я за то говорю. За что за то? А что тогда было, я не знаю. Давай поговорим тогда. Так а поговорили? А что за разговор? Ты мне опять что-нибудь в карман подсунешь? Нет. До свидания, я сказал. Что там? Он мне в карман пытался деньги засунуть. Зачем? *** знает. Долбан, а как-то кидай. Так я ему сказал. Он говорит, я не умею пользоваться. А что за прикол? Зачем это что? Не знаю, он не сказал. Он сразу начал деньги ссывать в карман. Кто это вообще? Юрий Дорбищук. Ну, о чем он не говорит? Именно когда он ко мне приезжал дважды. Первый раз на Газели он приезжал. Я обратил. Одел ЭНОС, хлопал у подъезда. И второй раз уже с ОМОНом. Когда он меня вытащил из квартиры. Сказал, у меня там какое-то постановление пришло. Впереди. Обычно он ко мне заходил. А тогда он меня именно в это. К подъезду. Сказал, выходи к подъезду. Я вышел и тут же опера подлетели. И сейчас он мне что-то в карман пытается засунуть. Понимаешь? А ты его откуда знаешь вообще? Да я уже не помню. Как-то это. Девчонки посоветовали. Говорят, вот. Это не этот тип, который выходили в этот шевел. Да, да, да. На видео. Да, да, да. На видео. Лицо знакомое. Ну, я тебе говорю. Так. Чего он тебе? Просто это. Ничего не говорят. За что, что, как это. Он не говорит. В карман что-то сунуть надо было. Он так и говорит, что? Нет, он ничего не говорит. Он деньги раз отстегнул и что-то мне в карман пытается уснул. И раз сразу назад. А сколько бабла? Ну, тысячи две вроде. А сколько, какие купюры? Тысячные. Ну, что он туда вложил в эти купюры? Я хер знаю. Ну, так свернуть они не будет в четыре раза. Что-то прикольное, что ли. Еще, говорит, обида какая-то есть, что ли. Чего там туда засунули? Левый карман пуховика. Так он успел? Не знаю, может и успел. Нет, деньги. Нет, деньги точно не успел. А вот от руки могло что-то отскочить. Была информация, что он с полицейскими заходил куда-то в какой-то магазин. То есть он либо с ними сотрудничает. А за что? Ничего нет. Это намек от системы, что будь осторожен, иначе мы тебе что-нибудь в карман подсунем. Ясно? Нет, не ясно. А он что-то тебе сказал? Еще помимо этого. Все записано. Всем привет. Экстренный выпуск. 20 минут назад, 14.20, выйдя из дома, встретил Юрия Довбищука. Юрий Довбищук. Это тот самый Юрий, который 2,5 года назад вызвал меня из квартиры 8, что ли, сентября 2018 года. И как только я вышел из квартиры, обычно он ко мне в дом поднимался. Как только я вышел из подъезда 2,5 года назад, к нам подлетели опера отдела Э. И нас там задержали, изъяли все вещи, телефоны, вызвали ОМОН, применили физическую силу. Дальше наручники, проникновение в квартиру без моего разрешения по фальшивому постановлению. И, в общем, после этого меня пытали. Я его последний раз видел в отделе Э, в коридоре. Он сидел в наручниках на стуле. После этого я его больше не видел. Он на связь не выходил. А тут он появился, непонятно почему. 25 сентября 2018 года. В 10.40 мне позвонил Юрий Довбищук. И сказал, что хочет поговорить о чем-то и сидит у подъезда на лавочке. Я спросил его, хочет ли он зайти ко мне или лучше на улице. Обычно он всегда заходил, но тут он сказал, что лучше на улице. Я вышел, взял с собой телефон, сигареты и паспорт с извещением на фамилию Бумаков. Ну, бывает ошибается. Так, чтобы потом зайти на почту и выяснить, возможно, забрать это письмо по извещению. Через 10 минут я вышел. Юрий сидел на лавочке, слева от него лежала распечатанная пачка офисной бумаги. Скорее всего, его в руках он протянул мне распечатанный конверт с письмом и произнес какую-то фразу словом штраф. Какой-то штраф он пришел, он просил проконсультировать его. Так, я не успел подкурить сигарету, как боковым зрением увидел, как слева от подъезда в 10 метрах из машины вышли двое и быстро направились к нам. Так, вот 21 дом, здесь я живу, первый подъезд. Вот сюда я вышел, машина их стояла где-то вот здесь. Боковым зрением я увидел, как слева от подъезда в 10 метрах из машины вышли двое и быстро направились к нам. Я их сразу узнал. Одному из них я видел раньше в отделе Т на просоюзов 54-1 на пятом этаже. Его звали Павел. Он родом из Оренбурга. Так, по возрасту 25-30 лет, рост 170 сантиметров. Он вообще ничего не показывал, даже по моему требованию. Вообще никак не представлял. Второй издалека сразу показал какую-то корочку, хотя не обязан и я не требовал. К тому моменту, как он подошел ко мне, корочку он уже закрыл. Он так показал издалека. Подошел и говорит, я уже показывал. На мое требование представиться, предъявить удостоверение, заявил, что уже предъявил. На мои замечания не реагировал. Рост 170, возраст 35-40 лет, фамилия предположительно Малюгин. Как потом выяснилось, возможно, предположительно, его фамилия Лавыгин Алексей Георгиевич. Как позже выяснилось, полицейский с похожей фамилией фигурирует еще в одном деле. Гестапо отдыхает, в Сургуте полицейский избил лидера коммунистов Югры Вадима Абдурахманова. Тут фигурирует некий Лавытин. По описанию, подходит один в один с Лавыгиным Алексеем Георгиевичем. Два с половиной года назад дважды нас задерживали, отдел Э, при выходе из моего подъезда. Именно с ним. Сейчас он появился по неизвестной причине, сказал, что ему нужно поговорить со мной. Аудиозапись разговора сохранилась. Мы отошли вдвоем. Он говорит, нужно тебе что-то передать. Достаю деньги из кармана. Где-то вот такую пачку. И 2000 отсчитывает. Две или три я не рассмотрел. Сворачивает их и пытается мне в левый карман, вот в этот левый карман, вот сюда засунуть пытается. Ну, я вовремя успел отскочить. То есть он буквально прикоснулся, я тут же отошел назад. И не позволил ему туда что-то положить. Кто знает, что там в эту денежку могло быть завернуто. Ситуация неприятная. Ему сразу сказал, до свидания, разговор закончен. Он опять попытался попытку сделать пообщаться. Я сказал, все, до свидания. Разговор закончен. При этом я его спрашивал, причастен ли он к предыдущим двум задержаниям. Он сказал, что нет. Но, насколько я знаю, где-то два года назад была информация, что его видели вместе с сотрудниками полиции в каком-то магазине. И они так по-дружески нормально общались. Я ему сказал, что если он хочет денежку перечислить, то под каждым видео есть реквизиты. Он сказал, что типа не может, и типа на, все равно тебе денежку. И пытался в карман засунуть. Я предполагаю, что это намек от системы, что если я дальше продолжу свою деятельность, то мне в карман ничего не подложат. Так или иначе, я предполагаю, что именно на какие-то наркотические средства. Еще раз для всех повторяю. Я не употребляю алкоголь более 14 лет и не собираюсь. Даже в виде лекарств. Бывали ситуации, что у меня бывали какие-то там простуды, еще какие-то болячки. Я обращался к врачам, и мне прописывали какие-то настойки, основанные на спирту. Я их не употреблял. Я спирт не употребляю ни в каком виде. Ни алкоголь, ни спирт. Ни пива там, ни шампанское. Вообще ничего не пью. И всякие наркотические средства я не употребляю. И никогда с ними дело не имел. И не собираюсь. Вот такие дела. Я предполагаю, что это именно намек от системы через старых знакомых, что надо бы зашить карманы. Но даже если зашьешь карманы, все равно это. Как мне сказали один из сотрудников, неизвестно кого, то ли отдел ЭТО, то ли полиции, когда меня пытали с двумя пакетами на голове электрошокером, один из присутствующих сказал мне, что еще одно видео, и я тебе лично один килограмм героина в карман положу. Я считаю, что это сегодня вот только что была попытка именно со стороны полицейских намекнуть, что рано или поздно, если не прекратишь свою правозащитную деятельность, мы тебе что-нибудь подкинем. Вот такие дела. Если что-то со мной произойдет, знайте, что я с наркотиками никогда не имел дела. и не собираюсь. Если против меня будет предпринята очередная попытка и устрашение, или запугивание, или подбрасывание каких-то наркотических средств, в интернет сразу с разных источников будут опубликованы многочисленные компроматы в отношении полицейских и других должностных лиц, которые за эти три года многократно себя скомпрометировали. Видео уже все смонтированы, в том числе с аудиозаписями, и они готовы к размещению. Если со мной что-то случится, если против меня будет предпринята очередная незаконная попытка что-то подкинуть или завести на меня уголовное дело, необоснованное совершенно, данные видео будут размещены в интернет. Всем благодарствую. Всего хорошего. Алло. Алло, Юрий. Да. Чего ты ко мне приезжал-то? Я так и не понял. От кого денежку хотел вручить? А, здорово. Да не от кого, а от тебя. От кого? Ты там четко произнес. Ты там четко произнес. Тебе от этого. От кого от этого? Да не от кого, а от меня. Ты же не дал договорить ничего. Быстро, быстро. Вот и все. И зачем ты мне эту денежку хотел дать? Для развития канала. От души хотел ты ждать. От души разрешение спрашивать. Да есть такие люди, которые в руки не берут. Понимаешь? Вообще ничего не берут. Откудаешь, почему бы? Подожди. Послушай, Анко. Подожди. Я не договорил. Почему они не берут? Потому что скромные. Да при чем тут скромность? У меня статус журналиста, инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Я руководитель подразделения по городу Сургут. А ты мне денежку на улице в кармад суешь. Ну ясно, я понял уже. Ты сейчас оброжаешь, что ты делаешь? Ладно, я понял, я тебя услышал. Что ты до тебя долго доходит? Скромные. Ничего себе скромные. От такой скромности заезжает кое-нибудь. Да, послушай, по крайней мере, когда я с тобой общался, ты был другим. Ну вот и все. В смысле другим? Ты смотришь мои видео, ты прекрасно знаешь, что у меня есть статус инспектора и журналиста. Ты постоянно комментарий оставляешь под моими видео. Ты в курсе всех событий? А что в курсе? Ты говоришь, бабушка, я тебе сказала. А тебе бабушка не рассказала, когда я бегал за тобой, как они своими делами были заняты. Насрать на все было. Что ж-то бабушка не рассказала? Или это бабушка к твоему отцу ездила? Какая бабушка? Это про кого? Про что? Которая видела, что я с полицаями стою, общаюсь в дружеских отношениях. Я про бабушку ничего не говорил. Пересмотри свое видео. Ну так ты с полицией-то сотрудничаешь или нет? Да ты что, будешь что ли? Это не ответ. Это вопрос. Да не было никогда. Не собираюсь. А куда ты пропал-то после того, как тебя одел это... Тебя же вместе... Давай встретимся и поговорим. Я не хочу по телефону разговаривать. Почему? Я на работу сейчас приехал. Куда приедешь? На работе с бумажками разговаривать. Куда приедешь? На работу приехал, говорю. А, нет у меня желания встречаться с тобой. А куда про... Нет? Ну, что тогда там по телефону выяснить. Дали? Да, я слушаю. Да что, куда ты пропал-то после того, как одел это, там в наручниках держал? А куда? Все подробности рассказать. Ну... Посадили, возили полдня, возили, сосавили протокол там какой-то, алиповый. Потом на суд поеда хотели везти. Я попал в больницу. Из больницы меня выпьет в 3 часа ночи. Я вышел из больницы. Я не хочу по телефону разговаривать. Нет. Значит так, ко мне больше не приезжай и не звони мне больше. И не преследуй. Как ты тебе преследуй? И денежка мне от тебя не нужна. Ни в каком виде. Все, я... Давай, я тебя помню. Как я услышу. Всего хорошего. Давай, внимательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok